Бабушка! Рудов Николаев, сейчас сыночек, сейчас яролаш был такой. Бабушка! Вот, засыпали братья Игорь Барабаш и Андрей Устин. Браво, бей, браво, бей, браво, бей, браво, бей, браво. Ну теперь, блядь, подойди. Вот. Вот там наш лагерь Стан. Беднеец Абдали. Ну вот, мы вернулись в Агистан. Вот, накопали конь солодки, вот шарик даже у нас очень устал сильно от жары этой. Да вот отсюда он был, да, Игнатьевич? Да, не брал. Отсюда он был? Да, да. Оттуда, оттуда. Оттуда? Тоже здесь, как, лопаты. Весьте на месте. Три, я тут оставляю, остальное туда. Так это... Никита! Я обещал. Подожди. Подснимай пока. Я пойду вторую поставлю на зарядку. Идет зарядка. Тебе надо же открыть? Угу. Дядя Никит! Дядя Никит! Чего? Можно в теле зайти по лозуков? Возьми кого-то одного. А вот он, наверное. Тимофей не из нас в теле. Вообще, это из вас. Тимофей возьми. Тимофей. Тимофей, дай, ты кедешь. Только по двое заходим, такие правила. Зайди, зайди к нему. Лёш, 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 лёш. Нет. Ну, кого-то есть. Я доделлю. Я доделлю. Давай. Нет. Отбой! Вы одинаково с ним, встаете, забывайте шапку снять. Господи, слава Тебе, что возбратил на благослови брака нашего Андрея, воздай ему милостями Твоими, хвала Тебе, в честь и поклонение от Тественной Святой Твоей. Аминь. 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 Я едва едва доехал. Там оттуда на гору ехать велосипед, да еще намоталось на него. И забота о Вас, как Вы доехали. Ноги вместе поставь. Поясок. Ты не на парусе. Вот главное, которое забота мне доставляет где-то, я никогда не думал, что так обернется. Так, Андрюша, выйди сюда. И ты выйди. Машина застряла. Помощь от нас какая? Ну, попытка была, а помощи-то никакой. Он только глубже садился, я сказал не трогать. Водитель не знает, что такое Солончак. Солончак это смерть. Там СК-700 тонет. Шли танки и танки сели. Танки. На пузо сели. Она как трясена, затягивает. Вы ничего не понимаете. С той стороны Солончак, и он под ногой немного провалится. А когда он сухой, он как пыльный, как ковер. Не могу дитя изогнать никак. Вот племя какое, в грязь. Лезут сапогами, мнут. Одних отгоняю, обернусь сзади, уже трое стоят в этой грязи. Самому маленькому 7 лет. Что вы делаете? Только отгоню, обернулся с той стороны машину опять. Машина, во-первых, когда ее вытаскивают, она повышенная опасность. Я не могу ничего сделать. Почему? Меня загнушает Паша и загнушает вот. Они тарахтят непрерывно. Паша, выйди. С кем ты все время разговариваешь? Ну-ка покажи, товарищи. Старайтесь переключать друг друга. С кем? Он не знает. Покажи. Ну выходи, кого? Кого назвали-то? Что ты? Вот вы сейчас встанете вон там вон, вон туда, где крапива, друг против друга и бойтесь стоять и разговаривать, пока у вас зеленые не покажутся сопли. Будете разговаривать и разговаривать, не играть ничего не будете. Пока вы друг другу не надоедите. Эти самые сторонние. Они не могут быть вместе. Я сказал, вот это солончак, перейдите туда. Машина подъехала, трос натягивает. Вы знаете, что такое трос? Да. У нас на корабле трос оборвало, а он стоял рядом. Голову как бритва снесло сразу, даже не задержалось. Голова была отрезана намертво. Вам это надо? Не могу ничего сделать. Только отгоню, сказал, вот солончак, не заходите, гляжу. Этот уже на эту сторону выперся. Этот сразу кричу я, это бесполезное дело. Иди сюда. У вас дома, видимо, дисциплины никакой нет. Вы не отличайтесь никак. Этот стоит, сидит, сказать отошел. Этот такой же в сторонку, но только двое в стороне, а они бесконтрольные. Но они столкнулись вместе. Я вижу, этот бьет его травинкой, уже бьет пучок травинок, и он бьет его. Я подошел, зачем ты это делаешь? Оба нелюдимые такие, от людей сторонятся. Зачем ты? А он зачем меня палочкой тыщет? Какой палочкой? Я смотрю, правда, в руках у него булинка. Ты вот пихал? Да. Полудохлые оба. Совершенно отдельно, никто их не трогает. И друг друга пожирают уже сидят. А то какая же нация-то наша? Мы находимся в беде, застряли. Вы в это встали и молились. Но одни там стали ладошки играть, они не мешаются никому. Ни один на молитву не призвал, ни один. Кричу там помолитесь или что, никаких. Отойдите, никаких. Лезут под машину прямо, как тараканы. Я-то старался сделать вам, чтобы было приятнее, вспомнить. Ну все, закончили. У шофера, если бы был опыт, хотя бы на один процент, он бы не полез в Солончак-то. У него опыта никакого нету. Ни на задний ход, ни вперед на Солончак. Ну ладно, Андрей тут поехал. Я говорю, вы не мучайтесь. Володя, езжай в деревню, зови машину. Ну она нас вытащила. Вам очень большое замечание. Вы тоже двое будете. Вот где это вот, разъезд наш это, ходим где-то. Посередке там станете, друг против друга. Наденете пуражку и там стойте, играйте, не садитесь. Чтобы вам было хорошо. Вам понятно? Вы с ним вместе уедете, вон там где-то крапива, друг против друга. Стойте и разговаривайте. Хорошо поняли? Пальцы брести не надо. Я вам лекарство даю такое, какое вам требуется. Теперь надо солодку. Сейчас разберите свои мешки. Ее надо вымыть сразу. А как вымыть? Я не знаю, или пойдете туда там мыть. Обычно бегают на речку там наш пруд. И там каждый корешок свой промойте. Принесете сюда, разложите на две равные группы. Одну половинку я забираю, вторая ваша между собой. Делите как хотите. С кем вы копали. Вопросы? Нет. Так. Пошел, каждый на свое место. Надень. Куражку надень. Так, пошел. А мыть когда? А? Мыть. Сначала постойте, а после обеда мыть. Вон туда около крапивы идите. Остальные готовьтесь к обеду. Одевайте. Как ударим колокол, бегом на обед. Поясок. Тихо. А нам живо сейчас. И что будет? Нам босиком ходить? Босиком. Раздевайте все. А сегодня купаться не будем. Это жалко сильно. Ну надо поговорить с дядей Володей. Поговорить. Можете купаться. А мы все испарились. Пожалуйста. Мне жарко. У меня запахнет страшный. Да. В отец начнется. Тогда если вы грешите, все. Ладно. Слава. Боже, не на саду грешным. Аминь. Садава мне Господи, помилуй меня. Еще славяюсь грешил Господи. Прости мне грешу и помилуй. И благослови дариться и святей. Аминь. Аминь. Так. Кто кори садовки мой? Мы уже. Помните руки. Так. Раз, два, три, пять, пять, пять. А кто не мыл свои? Не начинал еще мыть? Там в мешке лежит сейчас не мытое. Симоша, ты обусти руку, ты не знаешь, о чем спрашивай. Кто не начинал еще мыть? Без рукавов. Лени, ты же не мыла? Ты свое накопал, будем мыл, нет? Знаешь, Ханась, Любовь Николая она не мыла, вот с Тимофеем. С Тимофеем? А я говорю, что он рукой? Ты Любовь Николая. Ну ладно, только возьмите свои сестры, помойте ей, потому что она на кухне ведет, надо выращить ее. В одной воде ототрите, чтобы даже ничего не было, потом в второй воде замочите, маленько поводите, и уже чистое. И делите на две части, равные части. Одна часть идет на лагерь, а другую между собой делите. Кто копал больше, а кто помогал, те, конечно, меньше. Но все равно хоть корешок вам достанется. У нас все босиком ходят, почему опять в тапочках ходили? Я подумал, Виктор Николаевич, вот когда был здесь Игорь Добунов, они ходили, березки привозили, потом и веники делали. Не сдали это сделать, на тележки сходить. Да, пожалуйста. Ну, бери там кудрявистик таких, приведи. Делайте, я тестом занимаюсь, делайте. Я хлеб пеку сегодня. Да пеки ты хлеб с хлебом. Кто его отнимает? Ну, кого-то наимей. Вон, Тимофея не пошел. Вот, брал их опции, вот берите хоть кого. Володя, ему Тимофея в помощь, ребятишек. Ну, так сейчас вы говорили идти на огород. Вы утром говорили, что на огород идти. Ну, говорили, но... Картошка зарастает, надо полоть. Ну, идите на картошку правильно. Потом мы что будем на картошке делать? Грызь, что мы будем? А то у нас отдых был, поэтому от этого мы не кормимся. Где рукава твои? Рукава одевай. А ты опять без рукавов. Парню этого надо тревожить, он не слышит. Видите, вы не японцы. Русские вас заново надо переучить. О чем заговорил, а в это время тарахтит Паша с кем-то. Пять раз кричу, шесть раз. Вика стоит, она вообще не слышит. Все здесь машины, вы меня подставили, не знаю как. Не могу согнать с грязи. Прямо как будто бы муха прилипла на липучки. Только прогоню, обернусь, они опять на этой грязи толкутся. Я когда говорю вам, хоть маленько-то где-то доходит, нет? Что неправильно делаете? Или ничего? Давай, клаточки, покажем. За стол. У него брюхи какие-то длинные. Кирилл, займись им. Или обрезать, или подрезать, или что-то подшить. Снять иголку, нитку и подшить его. Он ходит прям по грязи. Ну давай, быстро, грязь, я обрежу, да и все. Ножницы, по хвосту. Обрежу тебе все. Сейчас, после этого, сверну, посетить. Так, ну-ка, давай. Так, дай, дай, дай. Как? Так. Так. Давай, кастрюльку. Никита, бери кастрюльку. Можно я кастрюльку? Ну, бери вот эту кастрюльку. Арсений, справа надо было обойти по траве, да все, что-то там по скошенному идешь. Вот, справа, Леонида, обходи вот здесь вот, так вот, обходи, он по скошенному зачем-то пошел. Я откуда знаю, что не бегать так. Я непрерывно вас учу этому и вы, как же вы-то ведь, не все слышите. Аня, ну-ка обувь сними там, а ты дежурный, дежурный обувь пробуем. Давай поставим, вон туда, где костейка, на, тебе, на, тебе. Надо было палатку хотя бы взять. Палатку можно взять было, расселить. Принеси палаток несколько, бегом. Вот теперь посмотрите, где мы были. От вас это все будет теперь знакомое. Который поперек лох, вот так, это Андреяшин лох, Андреяшин. Того человека, наверное, живого уже у этого все поднимаем. Быстрее. Говорят, на картошку надо после обеда сходить. Погода позволяет, только картошкой не погрядите. Половину только уберем. Даже жаркий день. Анюта, мы же после обеда отдыхаем. Нет, мы картошку едим везде. Мы отдыхали до обеда. Мы до обеда отдыхали, сейчас после обеда работаем. Игна не двигались. Можно вопрос? А можно нам сюда палатку веселить? Да я про это и говорю, встаньте, что палатку поселить. Нет, там удобно на кавейере. Вот садитесь за палатку, поднимитесь все. Слава Господу. Удачи. Продолжение следует...